Литературное чтение недели 33. Вел Чистов. Приключения электроника. Ранним майским утром профессор Громов приехал в гостиницу Дубки. Он приехал из Сибири, с города Синегорск, на конгресс кибернетиков. Когда директор гостиницы пришел, он увидел огромный чемодан в такси и хотел помочь его вытащить. Но профессор его предупредил, что чемодан очень тяжелый и что понадобится несколько людей, чтобы его дотащить до нужного места. Потом директор позвал носильщиков и вместе они затащили этот большой чемодан в номер. И туда вошел профессор. Когда профессор вошел в комнату, он сразу почувствовал запах соснового леса. И директор сказал, что есть кнопка, чтобы поменять этот запах. И профессор сказал, что он доволен с этим запахом и распахнул окно. Профессор много лет не был в этом городе, куда он увидел, что город разросся и похорошел. Везде были новые деревья, цветы, кусты. Потом он пошел к чемодану, нагнулся и его открыл. Там лежал мальчик. Но кто бы догадался, что этот мальчик робот-электроник. Профессор сказал, что они уже приехали. И спросил электроника, как он себя чувствует. Электроник сказал, что он себя чувствует хорошо. Но его немножко трясло, когда они его переносили. Он вылез из чемодана. Профессор его посадил на стул, взял электронную вилку и подключил к розетке. Электронику не было приятно. Но профессор сказал, что ему нужно потерпеть. Потому что ему нужно зарядиться, так как ему нужно много двигаться. Профессор отошел из электроника, позвонил Александру Сергеевичу. И сказал, что его ждет сюрприз. Потом за спиной профессор услышал хриплый голос электроника. Я не могу, я не хочу. И вдруг электроник вскочил с места и выпрыгнулся в окно. Потом профессор быстро надел очки и прочитал, что в этой розетке было 220 вольт. И вскричал, что я надел, потому что он понял, что он совершил большую ошибку. Потом он быстро побежал вниз, вышел из гостиницы, поймал такси и приказал его, чтобы шофер поехал за мальчиком в синей куртке. И так начались необычные приключения электроника.